Сотрудниками уголовного розыска столичного управления внутренних дел задержан житель города Сухум Циколия Кахабер Илгуджевич 1989 года рождения. Преступление, в котором подозревается гражданин Циколия, имело место на набережной Махаджиров, когда последний пытался похитить рюкзак с личными вещами потерпевшие, но по независимым от него обстоятельствам не смог довести свой преступный умысел до конца. Скрываясь от преследования, мужчина выбросил похищенное имущество в море. Сумма ущерба составила 82 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 158 через часть 3 ст. 29 Уголовного кодекса Республики Абхазия. В ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий в отношении задержанного при обследовании жилища гражданина Циколия сотрудниками милиции обнаружен изъят пистолет системы Макарова калибра 9 мм, переделанный из охолощенного в боевой. По факту изъятия огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело по части 11 ст. 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Оба уголовных дела соединены в одно производство. Расследование проводит следственный отдел УВД по городу Сухум. Сотрудниками управления уголовного розыска МВД совместно с отделом уголовного розыска Ачимчирского райотдела и с отделом уголовного розыска Гулырыбшского района изъято оружие и боеприпасы. Двое жителей города Сухум следовали на автомобиле и были задержаны на посту ГАИКО-ДОР. У Ахуба Даура Борисовича 1988 года рождения при личном досмотре изъят пистолет модели ПМ, переделанный кустарным способом в боевой с 8 патронами калибра 9 мм, а также снаряженные аналогичными 8 патронами дополнительная бойма. В отношении Даура Ахуба группой дознания отдела внутренних дел по Ачимчирскому району возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 217 УК Республики Абхазия и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело по факту незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов возбуждено и в отношении Габлия Бесика Зурабовича 1982 года рождения, у которого изъят пистолет системы Макарова с 16 патронами калибра 9 мм к нему. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Бесика Габлия по части 1 ст. 217 УК Республики Абхазия, проводит отдел дознаний Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Последний отпущен под подписку о невыезде. Сотрудниками уголовного розыска и участковыми милиционерами Цандребшского отдела милиции УВД по Гагарскому району оперативно раскрыто хищение чужого имущества. Кража совершена из частного домовладения в поселке Цандребш, куда злоумышленник проник путем отжатия пластиковой входной двери и похитил электроботовое оборудование на общую сумму порядка 300 тысяч рублей. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками милиции был установлен подозреваемый в совершении данного преступления и задержан житель того же поселка Паразия Тенгиз Джамбулович 1988 года рождения, который в содеянном сознался. Похищенные, а именно плазменные телевизоры, бытовая и прочая электротехника изъяты. Гражданин Паразия заключен под стражу. Расследование проводит Следственное дело Управления внутренних дел по Гагарскому району. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики в отношении жителя столицы Хакба Георгия Романовича 1982 года рождения, у которого в ходе личного досмотра, проведенного в служебном порядке, в присутствии понятых, обнаружен и изъят безномерной револьвер кустарного производства с тремя патронами калибра 9 мм к нему. Георгий Хакба отпущен под подписывание в выезде. Расследование проводит отдел дознания Управления внутренних дел по городу Сухом. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного отделом дознания Столичного управления внутренних дел по факту хищения чужого имущества из служебного автомобиля посольства Российской Федерации в Республике Абхазии, припаркованного по Кадурскому шоссе в районе Мока пляжа. По подозрению в совершенном преступлении задержан житель города Сухом Заранди Леон Эмзаревич 1998 года рождения, который сознался в инкриминируемом деянии в ходе проверки показаний на месте, указал детали совершенного преступления. Оперативные мероприятия провели сотрудники Уголовного розыска управления внутренних дел по городу Сухом.